Стеклянный лес Мне помогло бы, если бы это были спокойные и веселые воины духа, но вместо этого три рефлексирующих нытика, неправедно осужденных пленника кеномы. В трех домах от храма иконы Сашествия его ад. Но в Сашественке, станция метро Сашественская, у одного кастет, у третьего бейбольная бита, луна в созвездии говна. Праздник, который гипографом из юза Лешковского. Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Из могильного белого ада в черный рай шли мы в сером дыму. Я заметил, какое-то яркого цвета и рванулся из строя к нему. Невзирая на черта и бога, изловчился я спрятать в карман заводной апельсин в виде сердца золотого, а внутри говорящий тюльпан. Любовался, ложася на койку, ювелирным огнем, и пьянел от того, что увидел ту тройку в полыхании тройном. И глазами я видел отлично то, как жив и красив, в слюдяной скорлупе, в эпицентре яичном, бьется анимированный гиф. Пропадал я за эту сверхалочку, никого ни клиня, ни веня. Обитатели Свиденборговых улочек за размах уважали меня. Шел я в рай огневыми шагами, как Христос обещал, что пойду. Девять дней и тридцатиметровое пламя, девяносто три шага в бреду. Негодяй, ты на воле нас бросил, а теперь поклоняешься нам. Это да, говорю, гражданин надзиратель, значит, зря, говорю, гражданин надзиратель. Вымазнули тогда, гражданин надзиратель. Кто ты пальцы свои разглядываешь? Чем ты занял голову? Чем твоя грудь набита? Что беспокоишь сокровенных тельцах о мышцах? Кто ты им? Разве это был ты, кто их вымалчивает из ничего? Разве это они, дети твоих любви и бесстрашия? Разве слагают они про тебя то, что потом перечитывают во печали и ужасе? Разве твои части тела могут уйти от тебя, не обманываясь? Они могут и не слагают. Лучше вспомни свою собаку детства, из которой ты в детстве сделал себе человека при помощи детских любви и бесстрашия. Она умерла и при дни согрешил бессмертием, потом согрешил усталостью, а теперь согрешил. Вышел август из тумана, вышел осень из кармана. Я, устрашившись, спрятался в пустой из-под вышедшего августа туман. И нет, меня не видно. Август же он бьет и режет. Осень дело ржавое, кривое, а я вожу чернилом по бумаге, что зима прибудет. Август режет ржавой осенью снеговика, течет красна весна. И очень осень, я же, мое перо скрипит и рвет чернила на слова. Туман, бумага и мешать лететь крыло, кривое, ржавое. Август вскрыв туман, тот пенопласт, который снеговик, а также я, скрипит и режет.